Синхронное фигурное катание не олимпийский вид спорта, но история его начинается вместе с фигурным катанием. Популярность стала расти в конце 80-х. Чемпионат же мира по этой дисциплине проводится лишь с 2000 года. В России в этом году прошел уже 25-й чемпионат страны по синхронному фигурному катанию. Одни из лидеров этого вида спорта – самарцы. Сегодня юные земляки, известные в Самарской области команды Dream Team, тренируются на Сочинской арене. Всероссийский детский спортивно-оздоровительный центр впервые принимает команду по новой для себя дисциплине. Здесь открылась уже третья смена, в рамках которой в детский центр съехалось 200 молодых спортсменов из 10 регионов страны. Команде «Феникс» уже третий год. Собрали ребят отовсюду. Это и одиночники, и просто танцоры. Кстати, как девочки, так и мальчики. Требования к катанию здесь те же, что и к обычным фигуристам, но ко всему прочему ребята учатся еще и командной работе. Результаты, отмечает тренер, во многом зависят от условий. В Сочи они идеальные. Тренироваться два раза в день для спортсменов из регионов – это роскошь. Нам все нравится, все очень счастливы. У нас больше льда стало, чем в Самаре. И у нас больше начало получаться. Дети заметно подтянулись. Поэтому уже 1 апреля на традиционных всероссийских соревнованиях «Самарочка» команда «Феникс» планирует заработать первую медаль. Кстати, в апреле состоится и окончательное утверждение программы Олимпийских игр 2018, куда по просьбе Международного союза конькобежцев может войти и синхронное фигурное катание. А пока спортсмены в перерыве между тренировками знакомятся с историей Олимпиады в целом. В спортивном музее Всероссийского детского центра для ребят проводят экскурсии. В музее четыре зала. Алле Олимпийской славы России с фотографиями чемпионов и призеров сочинских игр, зал хоккея, фигурного катания и экспозиция современной истории центра, в которой почетное место занимает шлем, шорт-рекиста Виктора Ана, клюшка и шайба Владислава Третьяка. Тут же кубки всех исторических побед российских фигуристов и хоккеистов, наградные медали, коньки начала 20 века. Экспозиции музея несут не только спортивно-просветительское значение, но также вдохновляют юных спортсменов на победы. Мы и вспоминаем, закрепляем материал, такой некий и олимпийский урок, и знакомство вообще в принципе с центром, потому что для нас это обычно все, а для детей они приезжают на нас каждую смену, юные спортсмены с различных регионов. Для них это, конечно, открытие каждый день чего-то нового здесь. В конце смены к ценным экспонатам прибавится и подарок от юных синхронистов фигурного катания. Инга Габеши, Адемий Даниловский, телекомпания ФКТ.